Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. В этом видео я, Пашки Ивич Анна, поговорим с вами на такую тему, как полив перцев и формировка перцев. Перцы относятся к влаголюбимым культурам. Они любят влагу больше, чем томаты, но меньше, чем огурцы. Поэтому необходимо поливать перцы хотя бы раз в 2-3 дня, по мере того, как того требует почва. Если есть возможность, то поливать через день, но делать это небольшими порциями, по 3-4 литра на растение до момента формирования завязи. Когда идет формирование завязи, рост плодов, то необходимо увеличить вплоть до 5 литров на одно растение. О том, как понять, необходимо ли поливать перцы. У меня здесь есть хороший перец. Специально я его не поливала несколько дней. И он мне говорит о том, что он нуждается в поливе в виде скручивания своих листовых пластинок. Это первый признак о том, что необходимо перца поливать. Перцы, они формируют поверхностную корневую систему. Она у них достаточно чувствительная к перепаду температур. Поэтому не следует поливать перцы холодной водой. Лучше делать это теплой водой, где-то 26-30 градусов. Также не лишним будет совмещать поливы перцев с подкормками, минеральными, органоминеральными, органическими. Для того, чтобы улучшать качество его плодоношения. Для того, чтобы сохранить влагу в почве и для того, чтобы перцы не испытывали стресс, как мой сегодняшний приятель, то рекомендую вам воспользоваться таким агротехническим приемом, как мульчирование перцев и вообще овощных культур. Потому что мульча является полноценным компонентом, который хорошо задерживает влагу в почве и постепенно ее испаряет. И таким образом растения не испытывают вот этого водного стресса. На самом деле не все овощеводы формируют перцы. Поскольку перец, как и любое другое растение, является не глупым овощным растением и сбрасывает все лишнее. Но нужно быть готовым к тому, что наступление созревания плодов, оно будет растягиваться или отодвигаться. Ввиду того, что растение будет самостоятельно справляться со своими внутренними вопросами. Но чтобы быть с урожаем пораньше, я предлагаю вам формировать ваши растения. Первое, на что нужно обратить внимание, это на то, что перцы нуждаются в опоре. Если у вас перцы растут в открытом грунте, то это однозначно какие-то устойчивые опоры. В моем случае это колышки. Если у вас есть возможность выращивать перцы в закрытом грунте, то возможно вы возьмете за основу шпальеру шпагат. Я предлагаю вам взять колышек, сделать какую-то подходящую веревку. Я предлагаю это сделать из плотного полиэтиленового пакета. Предварительно на нем написать тот сорт, который вы будете ею подвязывать. После того, как у вас готовы и колышек, и веревка, необходимо восьмеркой подвязать ваше растение неплотно к вашей опоре. После того, как вы подвязали, проверили, удостоились того, что ваше растение хорошо себя чувствует, необходимо обратить внимание на наличие пасынков. В пасынке, как в случае всех пасыновых культур, будут у нас располагаться, в данном случае, в перце, между стеблем и листом. В таких вот листовых пазухах у нас будут находиться пасынки. Если у вас пасынки уже ярко сформированы, ярко себя показывают, то однозначно их необходимо удалять. В моем случае пасынки еще в стадии роста. Затем, на что следует обратить внимание, это на коронный цветок. Он по-другому называется королевский цветок. Где его искать? Перец у нас ветвится псевдодихотомически. Сначала стебель, потом первая развилка так называемая. И вот в этой первой развилке находится коронный цветок. Как только вы его обнаружили, если растение требует у вас его удалить, то вы удаляете. Что значит требует? Растение у вас поздно высажено, плохо приживается, плохо прижилось. Или оно подпалено солнцем, или ему не хватает элементов питания. Или вы понимаете, что вы редко на него обращаете внимание, то тогда, наверное, имеет смысл все-таки удалить первый этот коронный цветок. После того, как вы его удалили, и растение пошло дальше разрастаться, то обращайте внимание на то, какие цветки формируются в ваших следующих развилках. И когда вы будете обнаруживать цветки, которые будут располагаться во внутреннюю часть вашего растения, то их также необходимо удалять. То есть, чтобы не было загущения вашего куста перца, потому что перец способен по своим биологическим особенностям формировать от 50 до 100 цветков за одну вегетацию. Конечно же, это все будет определяться в том числе и сортовыми признаками, но в целом цветки, лишние цветки, необходимо также удалять. По листве, так же, как и в случае с томатами, пока у вас не сформирован первый плод, пока он не налился, нет нужды удалять листья. После того, как вы определили, что уже пора, то за раз удалять не более трех листьев, поскольку листья питают растения. Также необходимо помнить, что каждый перчик питает свой лист, поэтому по мере того, как вы будете снимать перчики, можете также удалять тот лист, который его питал. Вы это увидите. Ну и помните о том, что перцы, они, как и любые растения, будут хорошо отзываться и на формировку, и на подкормку, в том числе и на подкормку по листу или по листовому аппарату микроэлементами, которые будут не только питать, но и способствовать заживлению ран. Надеюсь, что об этом мы снимем следующее видео. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам урожаев и всего доброго!